Книга «Открытым оком» 12 том. Тема канонизации. Вопрос 2612. Зарубежная церковь первая прославила патриарха Тихона. Какие основания были для этого и что это давало? Разве без стиха на молитвы наш Бог уже и не слышит? Отвечает Игнатий Тихонович Ларкин. На подобные вопросы я уже не раз отвечал. Ни о какой канонизации Писание не говорит. Это прерогатива самого Господа Бога. Любую канонизацию считаю дерзостью и вызовом Богу и Его страшному суду, предвосхищенному кучкой дедушек. 1 Коринфянам 4.5. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. О Тихоне пишет епископ Григорий Граббе так. При этом Беловин проявлял большое терпение. И свойственный ему безобидный юмор. Патриарх Тихон в миру Василий Беловин родился 19 января 1865 года. В Тарабцевской губернии отец был священником. По окончании Духовной Академии в 1888 году Василий Беловин был назначен преподавателем Сольской духовной семинарии. Только в декабре 1891 года он был пострижен монашесом и рукоположен воеромонахи с именем Тихона 26 лет. Как всегда бывает при революционных движениях, все говорили о правах и мало вспоминали об обязанностях. Такие люди старались в заседании собора внести дух революционных собраний. Они твердо надеялись через собор осуществить в Русской Церкви реформацию. Конечно, более всего они боялись восстановления патриаршинства. Формально в обширной повестке собора и программе, охватывавших все стороны церковной жизни, о патриаршинстве не было странами слова. Вопрос этот в подделе о высшем церковном управлении был поднят впервые мирянами. Даже не все епископы поначалу сочувствовали патриаршеству. С падением православного царства Святая Русь была обезглавлена. Теперь возглавил ее патриарх Тихон, и он живо чувствовал историческую ответственность, которая легла на его плечи. Патриарх чувствовал, что и эти преступники лежат его по печенью, как благостного пастыря. Он продолжал. И Господь как бы говорил мне так, иди разыщи тех, ради которых еще стоит и держится русская земля. Но не оставляя заблудившихся овец, обреченных на погибель на заклане, овец поистине жалких, спаси их, и для сего возьми жезл сей, жезл благоволения. Сним овцу потерявшуюся, отыщи угнетенную, возврати, пораженную перевяжи, больную укрепи, разжиревшую и буйную истреби, паси их по правде. Властью данной нам от Бога запрещаем вам приступать к тайным христовым, анафематствуем вас, заклинаем верующих чад православной церкви с таковыми извергами рода человеческого не вступать в какое-либо общение. Патриарху в больнице скоро полегчало, и он опять стал выезжать на службы в разные церкви, но он уже продолжал трудиться через силу. Вопрос об объявлении патриарха Тихона отпавшим ни в Синоде, ни в Соборе никогда не обсуждался. Он умер в 1925 году, и в 30-х годах поздно было обсуждать вопрос о его таинствах. О возможности признания их не таинствами я никогда ни от кого не слышал. Даже в отношении митрополита Сергия в 30-х годах вопрос не ставился в такую плоскость. Может быть, вам это предписывали, может быть, нам это предписывали Евлогии Ани. Я не удивляюсь, я не удивлюсь, если в отношении канонизации для принадлежащих к патриархии в какой-то мере вопрос может определиться поговоркой. И хочется, и колется, и маменька не велит. Все имена подвижников, которые вы приводите, не могут вызвать возражений. Паисия Величковского наш табор уже прославил. Тоже блаженную Ксению сомнение может вызвать Дмитрий Донской. Я никогда не слышал о народном почитании его как подвижника веры, хотя известно было почитание им преподобного Сергия. Не слышал и не читал о том, чтобы к нему молитвенно обращались или служились ему панихиды в народе. Народный герой может и не быть святым. Народный герой не обязательно святой. Вопрос о праве московской патриархии совершать канонизации стоит в зависимости от вопроса об ее правомочности вообще. В сущности канонизация в православной церкви не есть производство, как у католиков, а у утверждений и бога служебное осуществление почитания святых уже существующего в сознании пастырь и пастырь. Через это почитание и услышанные молитвы в чудесах мы познаем, что тот или иной подвижник прославлен Богом. Дело проще в отношении мучеников, почитание которых поэтому иногда совершалось чуть ли не сразу после их кончины. Пророки это критики. Я понимаю так, слова не застревали, как у попов в гортани. Кутевку на Голгофу задолго до креста выписывали им, затем и срок настанет. Всегда не по течению и многим вопреки пугали и сращали войной и голодной смертью просили не перечь во благо прореки, что стоило сказать в угоду не поверим. Но до конца, до самого, до безысходной точки громили, укоряли, стыдили на весь свет. У каждого есть мнение, кто с колокольной кочки. От этих неприязненных воспринимал совет. Пророки-проповедники востребованы были. Во рву, где львы голодные, во чреве у кита, бросали их в котел, варили, словно мыло, за то, что шеи мылили задолго до Христа. Их книги для чего-то сумели сохраниться, переведены были, заговорили внятно, дух обличения на огненных страницах сдирает с нас проказу, неразумение пятна. Как говорится, жили они подобно нам. Страдали, зябли в холоде, подчас не доедали, их оскорбляли, не учил же пророк финал, их вопли и удары дошли до нашей дали. С рутиной, с безразличием им не дано смириться, ломали все обычное привычное тепло, в огне вервали корни и лучшие традиции. От полноты церковных их вправо зависло, как мало кто послушал, сугубо поддержал, восстал за них стремительно и громко. В защиту Богом посланы кто выхватил кинжал, за перестройку выступил, ревизию и ломку. Пророки, к вам взываю по листовке ребенной, перечисляю вас как авторов библейских, хочу Христу служить евангельским осленком под ковкой у осленка, и то мне очень лестно. 7 февраля 2005 года. Игнатий Лапкин.